Уважаемые дамы и господа, сегодня начала работу новая модель государственной службы Республики Казахстан, которая стала возможным благодаря политической воле главы государства. Я неоднократно подчеркивал о необходимости политической воли именно в реформах данной сферы, потому что, как подчеркивают международные эксперты, именно в данной сфере ключевым является наличие политической воли, так как это связано с установлением новых правил функционирования всего государственного аппарата. Казахстан, благодаря реформам, проведенным в 90-е годы, стал региональным лидером в области государственной службы, а по оценке международных экспертов, новая модель казахстанской государственной службы соответствует лучшим международным стандартам, лучшей международной практике, и об этом свидетельствует оценка экспертов Организации экономического сотрудничества и развития, которая включает в себя представителей 34 ведущих государств мира. Новая модель государственной службы направлена на усиление принципа меритократии при отборе и продвижении кадров. Я хочу отметить, что в наших стратегических планах одним из базовых критериев, индикаторов является повышение уровня доверия граждан к системе отбора и продвижения кадров. Это очень важный показатель, и мы будем стремиться ежегодно повышать этот уровень через обеспечение прозрачности отбора и продвижения. Второе. Создание управленческого корпуса А. Это тоже продиктовано необходимостью, так как если для занятий рядовых должностей требуется базовое умение грамотно излагать мысли, знания основ законодательства, то для занятия руководящих должностей, несомненно, нужны дополнительные компетенции, такие как умение работать с коллективом, организовывать труд подчиненных, умение принимать решения и умение принятия стратегических документов. Поэтому принято такое решение. Кроме этого, совершенствуются механизмы управления персоналом, а также предпринимаются меры по повышению статуса кадровых служб. Кроме этого, законодательство направлено на усиление дисциплинарного этического контроля и повышение уровня корпоративной культуры. На сегодняшний день в реализацию закона принято 8 указов главы государства. До августа планируется принятие еще 10 указов главы государства. И таким образом будет создана новая база, нормативно-правовая база модели казахстанской государственной службы. В развитии закона также приняты 4 приказа уполномоченного органа, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции и которые направлены на реализацию закона и указов. Принят новый реестр должностей государственных служащих, которым реализована установка главы государства о восьмикратном сокращении политических должностей. Таким образом, сегодня количество политических должностей составляет около 430 единиц. Всего по стране создан управленческий корпус А, в который включены 500 должностей. На центральном уровне это должности ответственных секретарей, руководители аппаратов тех министерств ведомств, где не введена должность ответственных секретарей, заведующие отделами канцелярии премьер-министра, аппаратов Сената и Мажлиса, заведующие секторами администрации президента, а также председатели комитетов. На региональном уровне в корпус А включены должности акимов городов и районов, за исключением акимов областных центров, а также членов председателя и членов ревизионных комиссий. Указом главы государства утверждено положение о национальной комиссии по кадровой политике, а также правила отбора в кадровый резерв и отбора на должность корпуса. Хочу в этой связи обратить внимание, что с сегодняшнего дня со всеми действующими госслужащими, начиная от ответственных секретарей, заканчивая акимами районов, теми лицами, которые их назначают, заключаются договора. Эти договора действуют до момента, пока по новым правилам не будет назначено лицо на эту должность, либо не истечет 6 месяцев. Таким образом, они сейчас работают по временным трудовым договорам. Национальная комиссия после этого объявит набор в кадровый резерв корпуса. Туда имеют право подать заявление все граждане, отвечающие квалификационным требованиям. Квалификационные требования к этим должностям утверждены. И те, кто сегодня работает на этих должностях, будут на равных условиях с остальными гражданами претендовать на вхождение в резерв корпуса. После того, как будет сформирован первый пул резерва, должностные лица, которые имеют право назначать на должность корпуса, например, министр имеет право назначать председателей комитетов, Акимобласти имеет право назначать Акимов городов и районов, будут назначать на эти должности только из числа граждан, которые зачислены в данный резерв. Таким образом, начинает работать прозрачный механизм отбора продвижения на должности корпуса. К специальным квалификационным требованиям к должностям корпуса отнесены требования по образованию, стажу, а также требования, обусловленные характером должностных обязанностей. И в связи с этим предусмотрено, что они для того, чтобы попасть в резерв, будут проходить сначала тест. Тест на знание законодательства, включающий всего 10 законов. Логический тест, тест на определение компетенции, а также тест на знание государственного языка. В совокупности результатов этих тестов будут дополнительные информации для членов национальной комиссии. Утвержден должностной состав национальной комиссии, который включает в себя руководителя администрации, его заместителя по организационно-кадровым вопросам, заместитель премьер-министра, заместитель председателя Сената, заместитель председателя Мажлиса, председатель агентства по делам госслужбы, министр юстиции и председатель национальной комиссии по вопросам демографии, семьи и делам женщин. И национальная комиссия будет организовывать и проводить собеседование с претендентами, успешно прошедшими тест. Собеседование, мы предполагаем, будет структурированным, и таким образом обеспечивается прозрачность отбора в кадровый резерв. Указом главы государства утверждено новое положение о прохождении государственной службы. И этим же указом утверждены переходные положения для тех, кто сегодня работает на должностях корпуса А. Изменения коснулись также отборов корпуса Б. Это тоже я хотел бы обратить ваше внимание, нововведение принципиальное. Если раньше граждане проходили тестирование только после того, как они подадут заявление в госорган на занятие должности, отныне граждане могут в явочном порядке приходить и отдавать заявление о желании пройти тестирование в наши территориальные подразделения. Исходя из пропускной способности наших центров тестирования, территориальные подразделения будут собирать эти заявления и отправлять сообщения гражданам о дате прохождения тестов. И эти тесты не будут привязаны к конкретным конкурсам. После того, как они пройдут тестирование, успешно прошедшим их будут выдаваться сертификаты со сроком действия один год. То есть в течение года с этим сертификатом он может принять участие в любом конкурсе, если он соответствует квалификационным требованиям. В целях усиления принципа меритократии минимизированы возможности перевода между государственными органами. В указе заложена возможность перевода в другой государственный орган при смене руководителя, помощника, советника и пресс-секретаря. А также предусмотрены отдельные случаи перевода между категориями. С сегодняшнего дня в областях, городах, районах становится возможным создание единой кадровой службы. Это дает возможность профессионализации служб управления персоналом. Сами кадровые службы в законе именованы именно так служба управления персоналом. То есть мы хотим, чтобы эти службы не просто оформляли решения руководителей, но и занимались реально подбором и расстановкой кадров и занимались оценкой аттестации. Также дается возможность создания единых конкурсной, аттестационной и дисциплинарной комиссий. Сейчас готовится указ о дисциплинарных взысканиях и дисциплинарном совете. И предполагается, что на дисциплинарные советы будет возложена обязанность координации деятельности конкурсных, дисциплинарных комиссий. Приняты нормативно-правовые акты, касающиеся оценки аттестации, формирования кадрового резерва, правил тестирования, правил отбора в конкурсах. Уважаемые дамы и господа, как я уже говорил, в Казахстане сложилась модель госслужбы, которая получила высокую оценку международных экспертов. С новыми изменениями наша модель будет соответствовать лучшей международной практике. Именно с учетом данного факта программа развития ООН инициировала создание в Астане регионального хаба по распространению передового опыта и знаний в области государственной службы. 15 марта состоялась учредительная конференция, в которой принимали участие около 30 представителей государств и международных организаций. Среди участников конференции я бы отметил представители США, Европейского Союза, Китая, Индии, Японии, России, а также Организации экономического сотрудничества развития Всемирного банка, программы развития ООН и ОБСЕ. Участники конференции приняли декларацию, в которой заявили о намерении создать данный хаб, и сейчас уже начата организационная работа. После проведения конференции к нам начали поступать просьбы соседних стран, касающиеся, с одной стороны, желание обучать государственных служащих в нашей Академии Госуправления, с другой стороны, желание более подробно ознакомиться с нашими нововведениями. Субтитры создавал DimaTorzok